Есть два способа понимания кинореальности. Сделать вид, что вы можете представить саму реальность, и второе – обозначить реальность как проблему. Эдгар Моран С первых дней своей съемочной карьеры я пытался, сам того не осознавая, создавать видео, близкие к документальному жанру. Мне нравится разбираться в историях людей, узнавать их, возможно, даже проживать какие-то моменты из их жизни. И чем дальше я углубляюсь в эту тему, тем больше мне становится понятно то, что в мире кино этому стиле отведено отдельное место. Я сейчас не имею в виду документальный жанр как таковой, но сегодня речь пойдет об одном из методов повествования в документальном кино. Возможно, после просмотра этого видео тебе тоже захочется попробовать себя в документальном жанре. Итак, речь сегодня пойдет о попытках режиссеров снять самое честное кино, показав жизнь такой, какая она есть. В конце видео – примеры фильмов, снятых в документальном жанре «Синема Верите». Название этого метода «Синема Верите» происходит от французского и переводится буквально как «Правдивое кино». Это особый метод съемок документальных и художественных фильмов, а также ряд режиссерских приемов, интервью и наблюдения за ситуацией, как постановочными, так и реальными. Источником вдохновения для «Синема Верите» стала, как ни странно, кинопродукция СССР. В свое время в нашей стране существовала серия документальных фильмов под названием «Киноправда». Фильмы выпускались еще в 20-х годах объединением «Кинооки» под руководством Дзиги Вертова. «Кинооки» – творческое объединение советских документалистов 1920-х, сформировавшееся вокруг фигуры режиссера Дзига Вертова. Опубликовали свою серию манифестов, противопоставляли себя традиционным кинематографистам. Слово «Киноправда» стало калькой для названия французского жанра, в котором выпускалось и выпускается большое количество фильмов. «Синема Верите» может использоваться как инструмент анализа социальной психологии. В качестве инструмента анализа автор использует героя, который является стержнем «Синема Верите». Например, в 60-х годах режиссер Пьер Пирот снимал фильм «Для продолжения мира», где расспрашивал пожилых людей о китовом промысле. Однако в результате фильм получился вовсе не о китобоях, а о человеческой памяти и их жизни. Правдивое кино очень сильно зависит от производственной базы. В 60-х годах широкое распространение получило относительно компактные и бесшумные инструменты записи видео и звука. Почему это важно? Чтобы человек вел себя естественно, требуется уменьшить влияние искусственных факторов на его поведение. Если перед вами стоит человек с 16-миллилитровой камерой, а не оператор с огромной телекамерой на монстрозном штативе, быть простым и естественным гораздо легче. «Синема Верите» часто критикуются экспертами, ведь по их мнению это больше не кино, а репортаж, документальная зарисовка, где информативности отводится первое место. Вместе с тем жанр продемонстрировал возможности новых художественных приемов, которые мы до сих пор можем наблюдать в кино, особенно документальном. Основная задача режиссера, работающего в рамках направления, показать целостную картину. Фактор «правда» здесь важен, но все же условен. Для создания эффекта искренности и непритворности режиссер использует художественные приемы, которые приближают кино к реальной жизни. Импровизацию, отсутствие текста, реплик или четкого сценария. В качестве актеров могут быть набраны люди с улицы, а декорациями служить совершенно обычные квартиры. Непрофессионализм актеров добавляет к картине естественность. Как снимать правдивое кино? В задачу режиссера, работающего в рамках правдивого кино, входит минимальное искажение передаваемой информации. Именно поэтому жанр так прижился в документалистике, где очень важно подавать информацию с минимальными искажениями. Режиссер перекладывает естественность за правду на плечи зрителя, говоря что-то вроде «Так, я снял тебе фильм, а ты уже сам решай, верить всему или нет». Можно проследить влияние синего верите и на других областях культуры. Скажем, способи создания музыкальных клипов. Иногда песня становится основой для целой истории. Например, у короля поп-музыки Майкла Джексона есть песня «The Don't Care About Us». Им плевать на нас. Композиция представляет собой мощную социальную критику современного мира, где идет вечная борьба бедных и богатых. Визуальная составляющая тут призвана подчеркнуть содержание. Все в постановке клипа работает на то, чтобы рассказать проблемы, о которых говорится в песне. С момента своего создания и до наших дней не один десяток режиссеров попробовал себя в «Синема верите». Зародившийся в Европе жанр перешагнул Атлантику и стал так называемым прямым кино в США. Роберт Дрю, Ричард Ликок, Фредерик Уаймас, Дон Пиннибейкер, Дэвид Мейзелс и многие другие сняли замечательные фильмы на стыке документалистики и игрового кино. Эстетика и методы «Синема верите» вдохновили Жанна Люка Гадара на создание знаменитого фильма «На последнем дыхании», который считается одним из классических произведений «Новой волны» во французском кинематографе. «Гейм Шелтер» 1970 год. Режиссеры Альберт и Дэвид Майлз. В фильме «Гейм Шелтер» речь идет о последних неделях американского турне 1969 года британской музыкальной группы «The Rolling Stones». Кульминацией которого стал катастрофический концерт «Алтамант Фри». Во время концерта произошла вспышка насилия, унесшая жизнь четырех человек. «Запад 47-й улицы», 2001 год. Режиссеры Билл Лихтенштейн и Джун Пиплс. «Запад 47-й улицы» показывает зрителю портреты четырех людей с серьезными психическими заболеваниями. Личные истории этих людей мы наблюдаем в трехлетней ретроспективе, которая начинается весной 2001 года. Все герои фильма – пациенты так называемого фонтанного дома, реабилитационные программы для психически больных людей. «Вудсток, 1971 год. Режиссер Майкл Уэдли». Документальный фильм о знаменитом фестивале в Вудстоке в 1969 году. Это кино не просто о музыкальном опен-эйр. Фильм стал знаковым тем, что запечатлил портрет целого поколения американцев 1960 года. «Синема верите» – это стремление снять кино о жизни, поставить высказывания героев на первое место. Режиссер в этом случае скорее последний, чем творец. Он не изменяет реальность под свое мировоззрение, а старается рассказать историю чужими словами, пытаясь создать из этого многоголосия складный и понятный рассказ.